Друзья, всем привет! Новое видео из приютного, как вы любите, из деревни, да? В общем, желаю сразу в начале видоса всем приятного аппетита, всем приятного просмотра, в общем, всех вам благ, будьте толерантнее к людям, да? Вот, ну это так, уже отступление. В общем, сижу работаю, время утреннее у нас сейчас, да? Тут, значит, мать говорит это... Сын, борщ сварился, можешь есть. Я говорю, ну хорошо, сейчас будем, значит, пробовать, дегустировать. Я ей вчера заказал, говорю, хочу борщ зеленый с щавелем изнутри. Ну, чтобы бульон был изнутри. Знаете, что заметил, что нету половника. Вот чем набирать борщ? Непорядок, надо пойти это взять, половник. Май! Половника нету. Там, где талелки, я не вижу, что половник. Серьезно? Да, ты не видел. Блин, я думаю, что не заходил. Ладно. Тут мне сообщили информацию, что надо тапочки одеть. А то как-то холодно ножкам. Точно, представляете? Блин, рано начал паниковать. Половник такой аккуратненький. Так, тарелка. Здесь, короче, мясо, знаете, это хребет и хвост. Ну, самые такие места нутрии, у которых больше всего костей. Давно не ел зеленый борщик. Прям вот, знаете, он. Свежак на и свежак. Вот только-только с огня, так сказать. Ой. Теперь нету полотенчика. Ёлки-палки. Сейчас, ладно, сходим за полотенчиком. Знаешь, чего нету? Полотенчика нет. Ну, на всякий случай нужен полотенчик, чтобы если вдруг что-то взять и пальцы повытирать. Ноуты, буки, можно пока закрыть, чтобы он не мешался. Что? Ребятки, все есть. Смотрите. Это значит перья чеснока и лука? Нет, кажется, это только чеснок. Ма! А то только чеснок или лук еще есть? Что? Ну, перья чисто чесночные или луковые тоже есть? Нет, только чесночные. Только чесночные, я так и подумал. Ложка, точно. Что сделать? Если хочешь, я возьму луковые сомки. Да не, не надо, хватит и этого. И чесночных. Как-то у меня, знаете, эта камера западает. Прям это, я не знаю, как будто бы сто лет не снимал. Значит, что у нас тут? Хлеб, понятное дело. Как же борщ без хлеба? Значит, перья чеснока. Борщик. Сметана есть. Называется Горянка. Производитель Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик. Не знаю, видно вам будет, нет. Камера-то она макросъемку не снимает. 25% представляете? Это такая прям жирненькая сметанка, хорошая. Так. Ну, так, по-взрослому, чтобы было, да? Так, сметана на место. Кто-то мне тут уже что-то написал. Ну-ка. Понятно, понятно, понятно. В общем, рабочие моменты. Надо пока от работы отвлечься и нормально позавтракать, да, уже прям по-взрослому. Сколько можно работать-то с утра. Силы-то нужно откуда-то взять. Встал я, правда, сегодня где-то пол-седьмого ориентировочно. Успел там кофе попить. Две конфетки золотого степа скушать. В общем, такой, знаете, мой стандартный ставропольский завтрак. Это кофе и парочку конфеток золотого степа. Так заряжает прям энергией. Вот. Ну, раз уж я в деревне... Ага, понятно. То можно и позавтракать свежим борщичком. Как уже я в начале видео сказал, да, приятного всем аппетита. Мне тоже пожелайте, пожалуйста, приятного аппетита. Ну, мысленно так, да. Я знаю, что многие из вас включают видос. Вот как раз для того, чтобы покушать. Даже я этим гурюшую иногда. Думаю, что поставить себе под обед. Все. Это пища богов. Вы знаете, кто-то может сказать, что это не является борщом. Что это суп. Типа там, сявелевый суп. Но никак не больше. Вы знаете, ребят. Вот в нашей местности, да. Я родился и вырос в Калмыкии. Ну, и нахожусь сейчас в Калмыкии тоже. В моей семье. И у бабушек, и у дедушек, и у тет, дядь. В общем. В моем окружении. Всю жизнь это блюдо называлось зеленым борщом. Поэтому, если вдруг в вашем круге общения, в вашей местности это называется как-то по-другому, ну, как бы, суть от этого не меняется, да. То есть блюдо первое из щавеля, из яичек вареных. Из мяса. В общем, вкуснотища бешеная. А если еще и с перьями. Чеснока. Ну что, знаете, как можно взять соль. А то меня так батя любит делать. Макнуть там перья в соль. Ох, что-то я борщинул с солью. Прям конкретно. В наличии имеются салфетки. В наличии имеется бумага. Рулон. Туалетный. Мне больше нравится использовать бумагу туалетную. Обращаю внимание. Есть салфетки цветные специально для тех, кто любит пользоваться салфетками. Мне больше нравится пользоваться туалетной бумагой. Все. Я думаю, вопросы на этом отпали. И комментарии, да. Вот. Я хочу попробовать мьясо. Мьясо. Хребет внутри. Мьясо сварилось. Мягенькое. Понятное дело, с костями. Мьясо. Камера работает? Конечно. Вкусный получился борщик. Скажи душевный. Да. А что ты его не ешь, кстати? Да я не хочу. Я хочу вот через конфеты. Золотым степом. Степом золотым. Я думаю, у кого я научился, блин, так завтракать? У кого? Ольга научила. У родителя своего. Я почему-то думал, что внутри будет вариться дольше. Ну, во-первых, когда я тебе сказала, она уже кипела сколько? Угу. А ты думал, она только закипела, и я тебе говорю, сейчас она будет готова. Да нет. Да нет. Сколько там настигало уже? Интересно. Я объяснил людям, что на столе есть и салфетки, и бумага. Но мне нравится пользоваться бумагой. Кому не нравится пользоваться бумагой, пользуйтесь салфетками. Мне конкретно нравится пользоваться бумагой. Есть выбор. Я даже вон, блин, в Ставрах прикупил тоже упаковку салфеток. И рядом стоит туалетная бумага. Вот чтобы, блин, просто иногда аж мозг выносят. Вот как-то и так. Да неужели нельзя купить? Можно купить. Тут вопрос выбора. 12 минут. В общем, ладно, ребятки. Еще можно сказать туалетный столик, туалетная вода, туалетная бумага. Это же не значит, что это все в туалете стоит. Ну да. Почему в столике, в туалете, там женщина красится, там все вот это делает. Народ как-то воспринимает слово... Только попу подтирают. Да, да. Ну вовсе ужас как-то. Я вовсе в шоке. Ну ладно, это так, нюансы. Небольшой ботхер с утра. На этом все, ребятки. Такой вот получился мукбанг, дегустация. Первый раз больше снутри. Да, это по моему четкому указанию. Мама говорит это. Я варю обычно первое блюдо без мяса. Я говорю, как это без мяса? А я хочу с мясом, чтобы было на бульоне. На мясо мама говорит, ну хорошо. Я тогда самые такие костлявые места тушки использую для позвоночника, хвост. Я говорю, да, нормально будет. Вот. Если видео понравилось, ребятки, ставьте палец большой вверх. На канал подписывайтесь. На кнопку колокольчик жмите, чтобы новые выпуски не пропустить. Комментарий от вас жду какой-нибудь. Будет интересно узнать мнение вашей информации, указанной, показанной в этом видео. Ну и всех вам благ. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.